Хипер о де лайф, Эзелор. Властелин света и мастер оперирования маной, Эзелор, когда-то был ученым и был оценен как великолепный наставник. Однако, его отступничество и предательство союзников в течение войны магов приговорили его к изгнанию в царство духов навечно. Зная великую силу, Сентон предоставила ему материальную форму в пределах физического мира в обмен на союз против Скорж. Эзелор отважно несет обязанности поддержки союзников, несмотря на предательское прошлое, о котором знают совсем немногие. Я тебя убью. Если че. Давай, давай. На вставочку. Все на мха. Ха-ха. Все на мха. Сорри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Парнишка на алхимике прям отчаянный. Что это? Не хватит этого, Крэв? Давай, давай, Сларк, сюда. Хорош. Да, мозги делаем. Чисто пользуюсь виженом, который у меня есть. Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на Котла. Это значит, что сегодня мы будем смотреть его способности, как они работают и что они в целом делают. Как работает Иллюминейт, как работает Монолик, как работает Чакра и Спирит Форма. Ну, еще два дополнительных скилла. Коттл у нас уже фигурировал в каких-то видосах, друзья. Обязательно посмотрите. Ссылки внизу, когда у Дирга было два дикие. Это было реально годно и интересно. Обязательно посмотрите. Это реально очень интересные видосы. Ну и что ж. Наверное, сегодня мы проведем несколько игр от Саппортим. Потом побегаем немного и, конечно же, сделаем Коттла в керри. Ну и что ж. Переходим уже к теории. Поехали, друзья. Итак, друзья. Первая способность на нашем персонаже это Иллюминейт. Очень интересная и очень простая способность. Она нам будет помогать харасить наших оппонентов. И что она делает, я вам сейчас расскажу. Во-первых, прокачали мы данную способность. Хоткей у нас Т. Дальность применения этой способности 1800. Дальность прохождения 1550. Смотрите. Вот такой хоткей у нас появляется. Нажимаем Т, допустим. Ну, вот сюда давайте нажмем. Подготавливает у нас Коттл. Что-то стоит, стоит такой раз и полетела волна. При этом она дала вот тут вижен и продамажила у нас снайперов. Давайте разберем. Сначала давайте поговорим о первом моменте. Это подготовка. Подготовка зависит напрямую от уровня прокачки. На первом уровне подготовка этой способности составляет 2 секунды. На втором уровне 3. На третьем уровне 4 секунды. И на четвертом уровне 5 секунд данная способность будет подготавливаться. То есть, когда Коттл вот так вот стоит, он подготавливается, заряжает эту способность. При этом, во время того, когда эта способность заряжается, возрастает урон, который будет наносить эта волна. Соответственно, 1 секунда вот такой подготовки 100 урона. На ласт левеле получается 5 секунд подготовки 500 урона. Вот такая вот приколюха. При этом, ребятки, при этом, не стоит забывать про то, что данная способность имеет монокост. 150, 160, 170, 180 маны. И КД 10 секунд. Ну и что ж, о самих фишках данной способности сейчас мы поговорим. Во-первых, эта способность во время подготовки уже начинает разведывать вот так вот местность. Это первый момент. Второй момент. Во время того, когда волна уже летит. Ее давайте отменим вот так вот ходьбой. Она уже летит и она дает вижен. Но вижена, видите, дает немного поменьше. То есть, приколюха такая. Вы можете вот так вот поднапрячь, вы разведываете. Ага, в рожпите увидели кого-то. Держите, держите, заряжайте. И, допустим, заканчивается время подготовки и способность сама вылетает. Но не обязательно дожидаться того момента, когда способность зарядится. Вы можете сами по ходке Т также и отменить эту способность. Ну или просто ходьбой. Нажимаем идти. И Котл отменяет эту способность. И вот этот заряд, который мы уже накопили. Который вот это все время мы подготавливали. Он уже полетит и будет наносить урон. Ну и что ж. Так как у нас это магический урон. Соответственно, если смотрите. На ласт левеле у нас подготавливается эта способность 5 секунд. И это, казалось бы, 500 урона. Минус резист и примерно 400 демеджа вы там. Ну 430 демеджа вы где-то нанесете. Оппонентам, те, кто будут стоять на этой волне. Ну и тут еще много на самом деле есть приколюх с этой способностью. Но это уже будем смотреть на спирит форме. Но ничего страшного. Эта способность наносит магический урон. Соответственно, пайпы, худы. Это все смягчит этот урон. Не работает эта способность в БКБшных юнитах. Ну и в принципе, вот это время подготовки, которое у нас имеется. Она имеет небольшой статус ченнелинга. То есть, нам если хекс залетит, мы сразу же в хекс уйдем. И вот эта волна у нас, так сказать, подготовка этой волны собьется. И мы сразу же будем в жабке. И будем не способны продолжить дальше кастовать эту тему. Также микростаны, станы какие-то и прочая всякая тема будет мешать нам подготавливать данную способность. В общем, по этой способности, в принципе, все. Очень простая способность. Урон и время подготовки, они как бы пропорциональны. То есть, 2 секунды подготавливаете, 200 урона нанесете. 3 секунды подготавливаете, 300 урона нанесете. Ну, в принципе, очень простая способность. Не забывайте, что на ласт-левеле 5 секунд подготавливается. Вы долго будете стоять, но и урона будет намного больше. И вижен будет даваться намного лучше. То есть, вот так вот во время подготовки вы уже сможете разведать местность, друзья. В общем, все на данной способности. Поехали на вторую способность. Что ж, следующая способность на нашем персонаже это монолик. Вот эта способность заставляет гореть пуканы, друзья. Хоткей у нас Е, прокачали данную способность. Дальность применения у этой способности на первом уровне очень маленькая. 550 единиц. На втором 700, на третьем 850. И на четвертом 1000 единиц. Дальность применения этой способности. На четвертом уровне уже круто. Эта способность будет работать. Что она у нас, эта способность делает? Во-первых, давайте накинем, наверное, вот на снайпера и посмотрим, что будет. Следите за его маной. Данный персонаж начинает двигаться и мана уходит. Останавливается и мана остается. Эта способность заставляет при ходьбе сжигать ману у оппонентов. При этом эту способность очень легко развеять. Можно развеять диффузом. Можно, в принципе, линкой заблокировать. То есть, если там есть линка, то котл не сможет накинуть вам монолик. И все это будет у нас хорошо. По уровням прокачки данная способность очень проста. А у нее, во-первых, улучшается длительность. Во-вторых, увеличивается длительность стана. Во время того, если у вас закончилась мана, то вы уходите в стан. Или если у вас не было маны, то вы уходите в стан. Короче, вот такая тема. Увеличивается длительность стана. Ну и, конечно же, дальность применения, о которых я уже упомянул. Ну и при этом КД. 16, 14, 12, 10 секунд. И монокос всего 75 маны. Для того, чтобы лишить оппонента маны, требует это 75 маны. Очень круто. На БКБшных юнитов эта способность не действует. Давайте, наверное, еще раз закинем снайпера и посмотрим, как это работает. Смотрите, у снайпера уходит мана. При этом, как она уходит, я вам рассказал уже. Снайпер у нас остается без маны. И давайте еще раз ему накидаем. Опа, и он ушел в стан. У него закончилась мана, и он уходит в стан. И так можно проспамливать оппонента. Опа, и опять ушел в стан. То есть у него нет маны, и, соответственно, срабатывает то, что способность читала. Ага, маны нету. Соответственно, персонажа нужно отправить в стан. И отправляется в стан. Этот стан, этот монолик, его, в принципе, очень легко развеивать. Там, диффузой, манты, всем, чем хотите, можете развеять. Ну и что ж, как в целом это все работает? Смотрите, давайте разберем уровни прокачки. Сначала разберем длительности и длительности стана, и длительности способности в целом. А потом уже поговорим о процентовках и от чего зависит сжигание маны. Смотрите, на первом уровне длительность данной способности 5 секунд. И оглушение у нас, в случае того, если у оппонента закончилась мана, составляет полторы секунды. На втором уровне длительность 6 секунд данной способности и стан 2 секунды. На третьем уровне длительность данной способности 7 секунд. И длительность стана 2,5 секунды, если закончилась мана. И на четвертом длительность 8 секунд. Вы прикиньте, 8 секунд оппонент должен будет либо стоять, либо как-то задиспелить эту способность, не знаю. Ну и, конечно же, на четвертом уровне длительность стана 3 секунды. Это очень круто. Ну и как в целом сжигается мана у оппонента во время того, как персонаж начинает бегать Смотрите, смотрите, друзья Когда мы закидываем монолик на оппонента, то вот этот статус появляется И 5% от пройденной дистанции, а именно от пройденных 100 единиц Или 100, от пройденных 100 единиц От пройденной сотни единиц, короче, движение персонажа считывается в 5% маны И все, и тогда начинает мана уходить То есть, если вы стоите на месте, у вас, естественно, мана не уходит Если вы пробегаете, то, конечно же, мана начинает уходить Очень интересная способность, друзья На самом деле, крутая, она реально заставляет жопу гореть Если вы стоите через центральную линию, да, котл через центральную Я на стримах очень часто играл И СФ очень тяжело, СФ даже бедный, страдает от котла Казалось бы, котл слабенький, хлипенький герой такой Но у него очень сильные способности Но это как бы баланс доты, друзья Ну и, в принципе, по этой способности тут все Главное, запомните, на оппонента накинули И когда у оппонента вот так вот происходит вот эта беготня У него, соответственно, заканчивается мана И, конечно же, он уходит после того, как закончился мана в стан И тут, в принципе, по длительности все понятно И все просто КДшки, монокосты, я вам все, друзья, рассказал Вроде понятно должно быть Просто кидаете в оппонента Оппонента, если начинает бегать, он теряет 5% маны От пройденной дистанции Там от 100 единиц начинается И пошло, и пошло А потом, когда мана заканчивается У него вылетает станчик, друзья Ну и, в принципе, все Поехали на третий спел Он тоже очень интересный Итак, третья способность на нашем персонаже Это та способность, которая заставляет сделать тоже немало суеты Уменьшить КД способности следующей, которую мы будем юзать И, конечно же, пополнить нам ману Друзья, это вкратце Ну и что ж Хотки у нас С, прокачиваем данную способность Таргет у нас такой появляется Можно залить ману Союзнику при этом мы его пробафаем На то, чтобы у него следующая способность Которая, вот допустим Давайте завязываем фростбайт Она откатилась намного быстрее Откатилась быстрее на определенное количество времени В зависимости от уровня прокачки чакры Что ж Надеюсь, понятно объяснил Ну и давайте сейчас посмотрим В целом, что у нас имеется Смотрите Во-первых Дальность применения этой способности 900 единиц То есть, если ЦМки наши там требуются мана быстренько То мы таки на 900 расстояние закидываем ману И конечно же еще пробафаем на Быструю перезарядку способности Перезаряжается у нас способность На определенное количество времени быстрее То есть, если мы заюзаем вот эту способность То Следующее юзание способности Этой будет у нас намного быстрее Ну буквально там на сколько-то секунд Сейчас будем разбирать Смотрите На первом уровне Во-первых Мы Восстанавливаем 75 маны На втором левеле 150 маны восстанавливаем На третьем левеле 225 маны восстанавливаем А на четвертом 300 маны восстановим С одного применения чакры При этом 19, 18, 17 и 16 секунд кд У нас будет на данную способность Монокосты у нас такие на этой способности 25, 35, 45 и 55 маны Будет требоваться для того, чтобы Восполнить 300 маны При этом Наш персонаж Этой чакрой Бафает на 12 секунд Вот эту именно фишку Которая позволяет После применения способности Уменьшить на нее кд То есть Смотрите На первом уровне Уменьшится Кд Перезарядка То есть Перезарядка Уменьшится На способность На 2 секунды На первом левеле На втором На 3 На третьем На 4 И на четвертом левеле На 5 секунд Данная способность У нас Будет откдшиваться быстрее То есть смотрите У нас сейчас способность В троечку И соответственно На 4 секунды У нас кд Снизится у цемки После того, как она Использует колбу То есть так мы и обузили Дирго, ребят Когда у него Дикей Кд 4 секунды То есть соответственно Отменяет у нас Чакра Кд В 5 секунд То есть сразу же Способность Откатуса После того, как мы ее Юзали Вот такой вот у нас Секрет и получился Это просто механика игры И ничего более Никакие обузы Смотрите в общем Нажимаем Чакру на цемку Она пробафается Длительность этого бафа Я повторяю С уже 12 секунд И в течении 12 секунд Она может воспользоваться Вот этим Так сказать Ну что ж Погнали Опа Заюзали И смотрите У нас уже почти Сразу Он откатился Так это еще Способность Не ласт левела То есть у нас тут 6 секунд И на 5 секунд Чакра на ласт левеле Снизила бы Кд Способности Которую мы Заюзали Уже То есть можно Допустим Вот этой способностью Также воспользоваться Но Так как у этой способности Кд Большой 13 секунд То особого эффекта Не будет Смотрите Опа Раз И снизилась Кд Еще И снижается Понимаете Вот такая вот Приколюха у нас С этой способностью Ну помимо того Что у нас Эта способность Как бы ну Снижает Перезарядку Способности Которую мы будем Юзать Но у нас еще Как бы тут Приколюха такая Что дает сама Это я уже сказал Ну и так же Это будет работать И на Котла Смотрите Если мы Юзаем Чакру на себя То потом Юзаем допустим Монолик Монолик у нас Тоже так же Быстрее Начинает Кдшиться В зависимости от уровня Прокачки Чакры То есть смотрите 2 3 4 5 секунд Снижение Калдау На следующей способности Мы можем получить И самое прикольное Также мы сможем Пользоваться Иллюминейтом В этой теме То есть эта способность У нас Она бафает Именно на способности Союзников Или на способности Наши То есть неправильно Думать Если вы там Получили Допустим Чакру И такие Ага С блинка Там будете Пользоваться Блинком Или тпшкой И у вас Вот эта способность То есть Ну Заработает Так как Должна То есть снизится КД Способности Но это неправильно Друзья Будет думать И теперь давайте Приколюху Обдумаем Смотрите На ласт левеле Чакра у нас Снижает КД на 5 секунд И посмотрите Сколько у нас Идет длительность Подготовки Эллюминейт Эллюминейт Подготавливается 5 секунд И чакра Снижает КД на 5 секунд То есть вы 5 секунд Будете стоять Кастовать Закастовали И вот сразу же Уже есть Новый Эллюминейт И опять Кастуете Эллюминейт Это круто Друзья То есть Либо Моноликом Каждые 5 секунд То есть Даже можно будет Перебафать Монолик То есть смотрите Длительность То есть, Монолик у нас 8 секунд, КД 10. При Чакре, даже в таком моменте, Чакра у нас в троечку. Смотрите, кидаем Монолик. Опа, Монолик у нас уже почти есть. Почти есть он, да? Но тут, кстати, у нас длительность немного сейчас маленькая, потому что у нас Монолик ранних левелов, первого левела всего. Но можно будет вот так вот постоянно накидывать. Ну и прикиньте, какой-то геморрой. То есть, если уже у вашего оппонента нету маны, и вы опять сможете накинуть Монолик, я не знаю, я, наверное, объясняю, вы такие, что ты вообще несешь, глупый дурачок? Иди, играй с раками, ты только с раками играешь. Давайте сожжем ману Снайперу, я вам покажу, о чем я. Я вам покажу, о чем я. Давайте Монолик вкачаем в троечку, допустим, вот так вот. Опа, накидываем, сжигаем ману, сжигаем ману. Опа, мана сожглась. Все, хорошо, так рейди написать. Теперь смотрите, в чем прикол. Бафаем себе Чакру, накидываем Монолик. Опа, снайпер такой побежал. У нас Монолик уже почти есть, уже почти есть. При этом, если снайпер там еще чуть-чуть побегает, то можно вот так вот тупо постоянно встань и продерживать. То есть вот так вот, когда мана кончилась, вы можете на 6 секунд, в принципе, накидать оглушение, но это вы уже увидите на практике, друзья. В общем, надеюсь, для вас эта способность понятна, она восполняет ману и снижает КД на следующую заюзанную способность. Вот так вот будет понятно, друзья. Все, поехали на следующую способность, друзья. Итак, друзья, ну что ж, переходим мы уже к нашему ультимейту, и что у нас тут делается. Давайте посмотрим. Хоткей у нас F, мы прокачали, и тут у нас просто написано, калдаун 80, 70, 60 и монокост 100. У нас тут есть примечание, что у нас тут можно собрать аганим. Аганим на этого персонажа пушка. Чуть позже расскажу. Смотрите, хоткей F, нажимаем данную способность, появляются у нас какие-то две дополнительные способности. И что ж, о дополнительных способностях мы будем говорить чуть позже. Хочется сначала сразу поговорить о первой фишке, это иллюминейт. Смотрите, ставим иллюминейт вот сюда, допустим. Мы не зависимы уже от того, что мы должны чанелить эту способность. Мы просто ставим этот иллюминейт, допустим, вот так вот закидываем чакру себе, чтобы быстрее иллюминейт откатился. Закидываем и бежим куда хотим. При этом по ходке иллюминейт мы можем отменить этот иллюминейт. И у нас он уже почти, смотрите, откатился за счет чакры. Опять можем поставить. Вот такая это первая фишка в заюзанной форме. Вторые фишки, конечно же, это у нас то, что у нас есть два дополнительных спелла, которые тоже делают свои вещи. О них мы будем говорить чуть позже. Ну и что ж, длительность данной формы, она идет 40 секунд, эта форма. Всего 40 секунд. Что вы за 40 секунд можете успеть сделать? Да толком ничего. Но и сейчас будем разговаривать о аганиме. Мы возьмем аганим и дальше будем разбирать способности. Так как у нас способность спиритформа идет всего 40 секунд без аганима, а с аганимом она идет чуть-чуть побольше, то, соответственно, и разобрать эти способности будет нам намного легче, друзья. Давайте посмотрим уже аганим на данном персонаже. Итак, друзья, прикупили мы аганим. И посмотрите, во-первых, что поменялось. Наш Коттл стал таким персонажем, который видит очень много. Посмотрите, он ходит как ходячий вард. Ну и что ж, и как вы видите, длительности уже у нашей способности нет. Но и аганим мы выкинуть теперь не можем. Поэтому, друзья, прежде чем собирать аганим, задумайтесь о том, что потом вы не сможете выкинуть. То есть, что за бред? Аганим этому герою must have, ребята. Рейли просто без аганима этот герой не такой сильный. Ну и что ж, и по классике жанра переходим к иллюминейту. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить. Давайте подамажим снайперами нашего Коттла. И посмотрите, что у нас будет происходить. Ставим иллюминейт. И сейчас день. И после того, как иллюминейт у нас вылетает, данная способность превращается у нас в хил и дамаг. То есть, с покупкой аганима, первая способность начинает выхиливать всех, кто находится на пути этой волны. Оппонентов дамажит, союзников хилит. Это первая фишка с аганимом, которую вам нужно запомнить. Но это основная фишка, которой мы будем пользоваться во время драк. То есть, смотрите, идет там такая ожесточенная драка, Коттла убивает, он такой бежит на эту волну, его захиливает, и союзников захиливает, всех захиливает, кто на пути крипов, вообще не важно. Но, в чем прикол, спросите вы. Когда наступает ночь, во-первых, Коттл теряет вижн, во-вторых, Коттл теряет у нас вот этот хил, который дается с иллюминейтой. Как видите, ночью его не захилило. Поэтому, играя Коттлом, нужно постоянно драться днем, друзья, чтобы у вас были все фишки расположены, так сказать, к аганиму. В общем, аганим дает у нас вижн, дает иллюминейт, который у нас начинает хилить. При этом длительность способности у нас будет бесконечная. Это первый момент. Ну и что ж, самое время, наверное, поговорить о том, какие у нас тут есть две дополнительные способности, друзья. Поехали. Итак, друзья, что ж, следующие способности, которые мы разбираем, это, конечно же, две дополнительные способности, которые у нас имеются вот здесь вот при включенном ультимейте. Неважно, есть у вас аганим или нет. Если вы без аганима юзаете форму, то у вас есть 40 секунд для того, чтобы воспользоваться еще дополнительными двумя способностями. Они у нас имеют свои фишки и, конечно же, свои уровни прокачки в зависимости от уровня нашей формы. Если форма у нас первого левела, то, соответственно, и длительности, и действия будут способности, и этих способностей будут у нас немного различаться. Давайте пройдемся. Давайте сначала, наверное, поговорим о ослепляющем свете. Вот эта способность у нас называется ослепительный свет. И у нас ход KB. Нажимаем, что у нас данная способность будет делать. Во-первых, смотрите. Дальность применения у нас 900 единиц на данную способность. И радиус вот этот вот 675 единиц. При этом, смотрите, у нас эта способность, когда мы будем ее вязать, она будет, вот, допустим, если вот так вот завязаем, она будет отталкивать. При этом такая небольшая у нас есть задержка на данную способность. Вы видели, да, такая задержка. И идет у нас такая вспышка. И всех юнитов отталкивает. Причем будет отталкивать по-разному, в зависимости от того, как вы завязаете эту способность. То есть, и вот, допустим, от центра, смотрите, допустим. Вот как-то давайте в снайпера посмотрим, куда его оттолкнет. Вот видите, все равно вправо как-то оттолкнуло. То есть можно этой способностью еще делать вот такие вещи. Допустим, если вы вот сюда поставили иллюминейт, вы такие, ага, блин, я не попаду, сейчас надо, опа, сюда подтолкнули всех и под иллюминейт. То есть можно юзать это так. При этом, что у нас будет дополнительно делать эта способность? Вы видели, наверное, после того, как эта способность была заюзана, персонажи оттолкнулись и над ними какой-то вот такой вот эффектик был. У нас этот эффект сигнализирует о том, что данные персонажи, которые попали под эту волну, они имеют шанс промаха 80%. 80% вы прикиньте, то есть так вот персонажи ослепились и они, когда будут стрелять, они будут промахиваться с шансом 80%. При этом эти шансы они еще стакаются там с бабочками, с алебардами, это вообще, то есть персонажи в принципе попасть никуда не могут. Ну и что ж, уровень прокачки данной способности. Как прокачать эту способность, ребятки, спросите вы. Во-первых, вот информация по этой способности. И как вы видите, длительность отталкивания у нас 0,4 секунды, длительность промаха в 4,5 и 6 секунд. Это уровни прокачки. То есть если у нас форма первого уровня, то, соответственно, длительность промаха будет 4 секунды. Если форма второго левела, то 5 секунд. Если форма третьего левела, то 6 секунд. При этом перезарядка на первом уровне 20, на втором 16, на третьем 12. И, конечно же, монокост у нас всегда такой. 50 маны. Данная способность не работает на бэкэбэшных юнитов, поэтому вот такая вот у нас фишечка, друзья. В общем, по этой способности, надеюсь, вам понятно. Давайте перейдем уже к дополнительной еще одной способности. Она тоже очень интересна, друзья. Поехали. Итак, друзья, переходим мы уже к дополнительной еще одной способности, которая у нас называется Recall. И, конечно же, хоткей у нас R. Это таргетная такая способность, которую мы можем юзать на союзников. И что будет происходить, спросите вы. Данная способность, в зависимости от уровня прокачки, будет телепортировать к нам союзника с определенной задержкой. При этом есть тут свои приколюхи. Требует самана для того, чтобы тпхнуть. 100 единиц. И перезарядка 15 секунд. Смотрите, в зависимости от уровня нашей спирит-формы, данная способность будет тпшить юнитов, я уже говорил, по-разному. То есть, на первом уровне формы задержкой вот этого телепорта, давайте заюзаем, будет 5 секунд. На втором уровне 4. И на третьем уровне 3 секунды будет требоваться для того, чтобы вот так вот присумонить к котлу какого-то юнита. При этом тут есть такая приколюха. Если вот так вот во время этой тпшки кто-то из оппонентов нанесет тычку вот этому союзнику, или какой-нибудь там юнит подконтрольный нанесет тычку этому вот моему союзнику, которого я хочу перетелепортировать, то, конечно же, тп, друзья, прервется. Что ж, давайте прапаем котлу, наверное, 25-й. Вот так вот сделаем. Опа, и сейчас задержка будет 3 секунды. То есть, смотрите, опа, раз, два, три. И все, и тпшит. Вот вот эта приколюха вообще прикольная. Я помню, я с другом как-то играл с Мирко, кто знает, ребятки, он бывает у нас немного иногда на стримах. Заходит Хантер Хайеру, никнейм у него. Короче, мы... Тогда была отличная история. В принципе, по способностям я рассказал. Дайте немного из жизни приколюху расскажу. Вот, такая была история. Я котлом играл, или он котлом играл, не помню. И вот здесь весь этот момент происходил. Я убегаю от 4-х, от 4-х или от 5-ти героев, не помню. 4 точно было, потому что была ультра. И я убегаю и начинаю суммонить Свена. По-моему, я на Свене был. Я уже заряженный, ульту включил, мад нас прожал. Думаю, ну все. И, короче, прилетаю сюда и такой, иди сюда. И сразу минус 4 делаю. Вот такая вот была у нас приколюха. Да, потом нас отчислили, конечно же. Ну, это уже совсем другая история. Ну, да ладно. Ошибки молодости, так сказать. Бывает, друзья. Ну и что ж. В принципе, по данному персонажу все, друзья. Просто вот такие способности у нас получаются. Не забывайте то, что вот этот ТП, так сказать, который у нас есть дополнительный для наших союзников. Он, во-первых, глобальный. Имеет глобальное применение. Во-вторых, он сбивается очень просто. Достаточно нанести какой-то урон союзнику. Если это будут крипы, это не считается. Именно нужно, чтобы урон нанес какой-нибудь герой или крип-герой или крип, там юнит подконтрольный. Допустим, тогда ТП-шка прервется. Ну и, в принципе, все по данной теории, друзья. Я надеюсь, этот герой вам понравится как персонаж для гайда. Ну и что ж, давайте, наверное, приступим уже к практике. Сейчас мы будем душить оппонентов этим персонажем и посмотрим, что у нас с этого выйдет, друзья. А вам я пожелаю приятного просмотра и поблагодарю за то, что смотрите, лайкайте и подписывайтесь, друзья. Поехали. Вот так, братцы, загрузились мы. Что ж, у нас сегодня в распоряжении киперов залает. Чего у нас боится кипер вообще, в принципе? Кипер боится всего. Он такой слабенький, такой хлипенький. Но, когда у нас появляется эгоним, то мы уже начинаем становиться более агрессивной вещью, парни. Так что, берем котла. Кто у нас может быть друзьями? Я четверка. Четверка. Сразу говоришь ребятам. Берем курицу, берем вот такой вот вартик, берем вот такой вот колечко, берем вот такую вот манку и поехали. Друзья, это наш затар, ребят, на будущую игру. Будем подсопорчивать кому-то на линии. Если на линии не будет особо саппорта, то скорее всего, скорее всего, будем чуть-чуть стараться подфармливать. О, у нас на седьмом слоте стример, смотрите. Жестко. В общем, что, какая тема. Берем мы транквил, берем глиммер в дефолте. Ребят, глиммер это сап-артефакт. Соответственно, мы играем на четверке. На четверке, поэтому будем артефакты эти делать все. Этот герой очень сильно кошмарит, друзья. Кто нам будет помогать убивать? Конечно же, Бара будет отталкивать, заставлять оппонентов двигаться, с тем самым терять ману. Руся, шо с тобой? Класс. Я со стримером играю. Хочу магнесса, но и рак на нем. Бери, бери его, не парься. Пример. Я первый раз. С стримером в крае. А куда заходить? Давайте порофлим немножко, ребят. Так, что на первом левеле качнем? Качнем первый, гоу. Разомнем немного пацанов. Бах, пол лица нет. Бах, пол лица нету. Рунку стережем, братцы. Если ребята пойдут, то смерть не будет. О, напрягать. Смотрите, я ничего за это захилилась уже. Но тут не дадут нам подраться, походу, да? Который эндом не попал. Бара, чарж, брат. Брат. Я тут могу тоже умереть, но контролируем количество хитпоинтов. Все, бегаем по кругу. Нет, не бегаем. Тонки, братцы, помочь. Эх, промах. Ладно. Смотрите, как вот там гусы помогают. Пара скоро прибежит. Ман не хватает. Стоп, ман. Давай, 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 давай. Козу. Навозу. Глори. Она быстрая. У нее 320, как и у меня МС, в принципе. Я ее не догоняю, видите. Ладно, потеряли в это время, друзья. Но ничего. Ничего. У нас на низ кто пошел. Кунка. Я с Кункой пойду. На топе магна будет. Жаль, не забрали. Блин, вообще обидно. Вы не представляете, как. Но две волны на руне прогуляли. Кунки пофармим. Давайте. Левел пособираем. Кунка пусть добивает у нас. Мы будем добивать своих. Но будем стараться, по крайней мере. Добивать своих. Кунка пусть фармит. Хорошо. Фармить смело. Отпишем парню. Вроде добивает. Молодчина. Нам сейчас второй апнуть. Второй апнем. И будем немного подспамливать. Можно помочь ему немного подфармить. Потому что уже этого добить хорошо. Добили. Стример там умирает у нас. Задуем немножко. Хороший. Вторая минута. Погнали на руну. Там рега. Так. Есть кура. Назвайте сапог возьмем. Мы на руну как раз идем. Четвертый левел. Пудж. Заберем руну. Девца не нужна. Она вроде. На третьем левеле давайте возьмем монолик. Пусть ребята понапрягаются немного. Пусть ребята немного понапрягаются. Хорошо. Сапог пришел. Сейчас заспамим немножко. Да. Отходит. Отходит. Но деда добьем. Нормально. Потому что кунка не успевал уже. Пробовать будем подхорашивать. Вот так вот как-то. У нас очень хорошая линия. Он кстати на метку может взять. Метку дашь? Ой, сори. Добил. Извиняюсь. Метку даст? Мы по-моему кил любого. Я напрягу. Он метку, я первый. Давай, давай, давай. Ля. Божественно хилится. Я ее не могу бить. Не могу бить. Давайте монолик возьмем все же. Не, у маны нету. У нее не хватит маны. У нее тоже не хватит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Уджи. Давай попробую. Печалько. Ноль маны больше. Спейс, 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 пишет. За куру. Ну кто-то там куру ездил, но мидер забрался. Мидеру нужнее. Безусловно. Ладно, стоим, потеем. Поддамажили. Убери, я понял. Нету у меня, брат. В области. Вот так вот сделаем. Наверное, некому все равно тут будет. Да ладно. В конке забрать куру. Столько информации, поток инфы такой. Дождался хилки. Ну, сорян. Ля, я ничего не добил. Но я думал, Бара, кстати, ее добил. Дебил я. Вот я дебил. Далее, ребят, мы транквил. Пофиг, что сейчас у нас немного не получилось. Но ничего страшного. Бывают фейлы. Бывают фейлы. Все у нас будет нормально. Главное, чтобы стоял у нас вардик основной. Некра мы будем убивать. Чуть-чуть прапаем. Качаемся как? Сейчас все по разику вкачали. Для того, чтобы стоять лайнинг. Нормально. Сейчас качнем третий, чтобы больше маны восстанавливать, братцы. Это нам просто необходимо. И далее будем вкачивать тупо монолик. Монолик взяли мы тпшечку. Постараемся выформить глимирок. Максимально быстро. Глимирок нужен будет. Вообще, это, блин, дефолтный сап артефакт. Глимир. Где? Где-где-где некр? Некр это что? Он по таврам стоит. На мне ауру, он подействовал. Он по таврам стоит на некре. О, вот так вот сделаем. Это за скайм бегает там. Коу поможем. Летс го. Ну, примерно, если он полетел сюда, то я его смогу перехватить, в принципе. Смогу, в принципе, перехватить. Смогу. Смогу. А идет как-то так, наверное. Ого, ясно. Смогу, сказал Хназас и убил ская. Примерно перехватил. Айсвара покинул игру. Ого, да какой ща? Ого, сразу. Пацан без маны кто-то станет сейчас. Жалко. Монолит качнем. О, седьмой левел. Ля, я к нему в упор подходил. Ну, он стан ушел. Пацанчик. Худ он взял, кстати. Хороший артефакт. Слушайте, ну девс оставил нам центральную. Давайте мы немного пофармим тогда. Пофармим. Транквилл выкладываю для того, чтобы не сбивался. Транквилл, ребят. Напоминаю, еще в стриме миллион вопросов. Зачем ты покидываешь Транквилл? Транквилл сбивается, когда мы атакуем. Поэтому нужно аккуратно вот так вот микрить. Крипчиков стараться тоже не пропускать. Сейчас завардимся. Где там у нас? Берем Клоаку. Берем пачку вардов. Ппшечку. И поехала. Все. Ладно, сейчас аккуратно задуть. Так вот, чтобы добить еще. Хорошо. Ну, тут уже можно будет так добить. Отлично. Монолик дальше, ребят, вкачем. На шестом левеле возьмем ультимейт. Вдруг такая драка будет, что... Хотя давайте, наверное, не будем брать. Возьмем монолик просто. Я не думаю, что сейчас нужен будет суммон и ослепление. Поэтому берем монолик. И будем моноликом кошмарить. Вот еще тут ткнем. Хорошо. Гоу, сюда. Опа. Опа. Там плохо, что герои. Все, у кого очень много. Маны очень много. Опа. Вот этого пацана подцепил. Стоит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как хорошо, что пудж не стал меня убивать. Я убегу, я убегу, я убегу. Хорош. Сбей, братец. Вот так вот дам. У него сейчас мана еще кончится. Мана кончилась. Души, души его. Да ладно. Ой, хорош. Хорош. Хорош, кунка. Братец. Не помогу тут ничем уже. Не помогу там уже ничем. Оп, хорошо. МП нету, брат. Опа. Есть. Есть второй. Можно зарядить в некро. Если достану... Расстояние сейчас хорошее. Почти тысяча. Все, достал. Это наш клиент. Давай, брат. Давай. Я верю в тебя. А второй сейчас даст и все. Молодчина. Молодчина. Так вот и играется на котле, братцы. Без бары играем. Надо что поделать. Глимер у нас есть, братцы. Берем вард опять. Сейчас варды только откатываются. Откатываются. Пойти зерц. Это дима. Ну, все, иди, брат. Хорошо. Что у нас там есть? Вот так вот есть. Плюсую. Сейчас приду. Пишем. Берем варды. Главное, чтобы варды стояли. Дефолты хотя бы, ребят. Дефолты руны. Хотя бы нужно про вардить, чтобы было все хорошо. И стараться. Вот, ребятки, у нас бегают в суетах. Вот это вот происходит. Тоже гонамид. Сейчас будем убивать пуджа. Ой-ой-ой, дойдет же он. Он же дойдет до хасты сейчас. Ой-ой-ой, как хорошо перехватили его. Как хорошо его перехватили. И вот этого пацана перехватил лучше. Опа. Сейвим нашего тиммейта. Оп, маны нету у некра. Вот так вот. Маны у некра нету. Подсейвили мы нашего тиммейта на Зевсе. Чтобы было все хорошо. Опа. Ирс Бруйкер. Давайте мы тут вард все равно поставим. Мы все равно будем агрессивнее. Ирс Бруйкер. Что дальше собираем? Конечно же, ребята, гоним Хекс или Некрономикам. Агоним Некрономикам. Вот так вот. Го туда. Понизу. К сожалению, у нас вардов нет. Но ничего, пойдем туда сейчас. Вот этого пацана гангать. Опа. Надеюсь, я успею пройти, чтобы меня тавр не атаковал. Ага, хорошо. Опа. Ес. Братец, маны нету у тебя уже. Мана-то все равно кончилась, бро. Блин, кайф. Я обожаю играть через монолик, потому что это жесть, что за вещи. Просто без маны оставляешь любого. Вот я два монолика ту покинул сейчас с помощью третьего. Так что, друзья, запоминайте, чекайте, смотрите. Интересно, круто, весело и прикольно. Хорошо. Слушайте, ну... Суета суетой, но нам нужны артефакты. Нам нужен аганим. Аганим. На экстам, конечно же, на девятом левеле мы вкачаем форму. Нам нужна уже будет форма. Сейчас уже лайнинг, так сказать, заканчивается. Поэтому форма нам уже необходима. Так, ес, мы накинули монолик. Идем второй. О, еще накинем. Еще накинули монолик, пацану. Парень в шоке просто. Без маны, бедненький. Ну и нам тоже по мане сильно дает, если честно. Ну как сильно? Не настолько сильно, насколько могло бы давать. Опа, вард снял, смотри. Ля, мха, да? Как знал, что там... А, ну хотя я там ходил. Меня видно было днем. Все. Надо на низу вардки ставить. Я тут на топе стою, бурю. Стою, бурю. Опа. Все, без маны, пацан. Устелить я не буду. Так вот, даю. Два, дай, бро. Ой, да ладно! Ну пока писал. Я писал, короче, блин. Ну вы поняли. Ну это классика жанра. Там под вардом стал пудж. Пришел. Задушил. Давай еще и на рипера. Ару. Ой, ару. Ладно. Но они еще страшно. Давайте куру разгрузим. Меня напрягает, когда кура как-то фуловая. Ребята в кури все держат. Давайте возьмем варды. Окей, вот так вот. Но пассивненько, ребят. Надо драться, надо драться. Давайте на низу сейчас за варды. Моя ошибка, безусловно. Но я поэтому и не люблю. Не люблю. Не. Нет еще. Не люблю поэтому. Вот так вот как бы, ну, писать в чате. Я люблю полностью вот так вот сидеть в игре. По кайф проводить. Хорошо. Подпишешься, если не трудно говорить. Конечно. Давайте драться, парни. Крис. На пудже. Крис, она пудже какая. Смотрите. Что делает? Давай, без маны побегаешь, брат. Давай, без маны побегаешь. Опа, еще статичка. Ой, как хорошо. Форму качаем, ребят. Сейчас кинем ему второй. Ой, давай, 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 второй. Можно в глиммере покастовать. Хорошо. Вах, хорошо-то как. Вах, как хорошо. Ой, как плохо. Ну, это начало сезона, ребят. Я на самом деле не знаю, как сейчас писать гайды. Все будут, кому не лень заходить, выходить с игр. РЛ тут никак не поставишь. А гайд писать как-то надо. Гайд писать как-то надо. Ну, пойдет, пойдет, задушили. Но 4 на 4 остаемся, друзья. Это первая игра, я не знаю. Пусть будет. Пока играем как играется. Поиграем как играемся. Играется. На топе бы задефиться. Я очень легко дефаю вообще. На самом деле просто волнами этими. ГГ. Давайте этот отдушим вот эту сторону уже. Кто не придет сейчас к нам? Все погибнут. Моноликом задушим. Монолики по кд накидывать будем и все. Хорошо. Эту сторону разбили. Что по вардам? Есть вардики у нас, ребят. Давайте берем. Такую штуку. Давайте поставим с энтрит. Есть вард? Нет варда. Погнали на центральную пуджа с нуликом убивать. Смотрите. Хочет монопул себе повысить, походу, чтобы не умирать. Мне кажется, не поможет. Не поможет, мне кажется, это ему. Вообще, надо бы еще на разочек качнуть. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Вот так вот пацану закрепил. Ой, и Магнус удал случайно кнопку. Элюзия. Ой-ё-ё-ё-ёй, как попал-то. А нету, мне нечем подсейвить. Давайте присамоним. Где все что? Мой братец. Я тебя присамонил. Даю кнопку. Хорошо. Еще инча есть. Лайн давайте дадим, поможет. Ай-яй-яй-яй-яй, не помог. Даем. Даем. Не удалось у нас. Умер парнишка. Форму мы больше не будем качать. Монолика хватает нам, друзья. Качаем первый. Раскачанным первым. Будет круто. Нормально. Вот так вот снесли. У нас почти есть аганимы. Это очень хорошие новости, братцы. Восполняем себе ману. Ману с союзником не нужно сейчас восполнять. Не забывайте про то, что вот эта способность, которая у вас будет некстовая. Она откатится на... Ну, пропорционально от уровня прокачки. Сколько? На 8 секунд тут получается на ласт левеле. Не забывайте этой темой пользоваться. Тоже Зевс. Сколько у него болт КД? 6 секунд. 1 секунду. 2 болта сразу будет давать. Круто же. Круто же. Так, хорошо. Сколько тут до варда? Хорошо. Погнали на топе вард. Наверное, поставим. Да или нет? Да или нет? Да или нет? Нет, наверное. Пока нет. Так, посмотрим, что у нас там имеется. У нас ничего, к сожалению, нету. Покупаем Огаракс. Хорошо. Пойдем с Зевсом рядом походим. Вообще нам нужно вот сюда пойти. Я считаю, что на топе у нас сейчас будет тут пушечка. Но мы можем, кстати, остаться внизу здесь и пофармить. Пофармить и гоним. А гоним я очень быстро выфармлю, благодаря моей способности. Первой вот этой. Благодаря иллюминейту. Просто этими волнами мы будем спамить крипов. И очень быстро выфармим. Очень быстро выфармим. Ребята там пуджа хотят зажучить. Смотрите. Жестко тушат. Я не пойду, они убьют его. Хорошо. Забрали. Опа, видели, кто шел? Зашел. Некор. Опа. Да, господи, я в кнопках запутался, если бы вы понимали. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. А я мозги им чисто делаю. Есть там без маны. Боже, раскайтили. Раскайтили. Жесть. Просто без маны пацанов встал. Я на самом деле потерял контроль. Тупо. По-страшному. Ф. О, пацаны, ну транквилл сбивать не надо. Пожалуйста. Ой, форма кончилась уже для... Транквилл сбили. А, хитрецы. Нормально, кстати. Рипер пережил, все пережил. Отлично. О, инча. Инча. Она меня не убьет, по идее. Бегаем, как дурачки, вокруг трех сосен, и у нас все получится, ребят. Чекайте. Смотрите, я даже вот тут круголек вот такой, наверное. Оп, монолика накинули. Пацан знает, что если монолик кинули, надо стоять на месте. О, щит. Давай, давай. Возвращай. Все на мха. Ха-ха. Все на мха. Сори. Сори, шай, мха, юзай. Да, он мха. Да, он мха, говорит. Вот это я мха, получается. Ребят, надо завардить, но нам чуть-чуть остается доаганима всего, какие-то 400 копеечек. Нужно дофармить и зафармить, и зафармить, дофармить, и зафармить, и завардить, друзья. Хорошо. Вах. Отлично. Еще разок. И зафармить. И зафармить. Все, есть у нас аганим, друзья. Это очень хорошо. Сейчас начнем работать. Сейчас начнем работать. Покупаем. И да, аганим, да. И да, аганим, да. И да, аганим, да. Все. И куру. О, это что? А почему артефакты тут выложились? Все, есть у нас, братцы, аганим. Но аганим поздний. Поздний. Поехали. Завардим что-нибудь. Побежали даже. Сразу вот сюда на руну. Сейчас один поставим. Один поставим, вардик. Бафаем себя чакрой. Сразу заставим сейчас тут иллюминает напрягаться. Да, это фишка. Это 85-й. Хорошо. Отлично. Так, есть у нас вот эта штука. Еще варды. Ребят, берем еще варды. Идет у нас такое дело. Ставим сюда иллюминаета. Добиваем этого крипа. Добиваем этого крипа. И этого крипа. Хорошо. Ой-ой-ой, ребятки, там драку начали. О, монолик берем. Варды тут нужны, ребят. Вместе надо. Давайте вот тут вард поставим, да? Хорошо. Присумоним, пацаны. Успеем? Два, три, четыре. Есть. Сумонили. Опа. Опача. Пацанчики. Вот это, пацанчики, мы сейчас тут разнос устроим. Уф. Это было жестко. Уничтожили просто оппонентов. Все, варды есть, можно поесть. Варды есть, можно поесть. Форму берем. Теперь нам нужна форма, друзья. Так, блин, кура опять пустая. Летит там кунки, кура. Почему не берутся артефакты курьера? Что за фигня? Из-за второй куры, что ли? Вот из-за второй куры не берется. Ребят. А вот это все же 85, а сейчас маны дам. И захилить надо. Я захилю. Магнус, под первый встань. Хорошо. Отлично. Гомит. Гомит. Смело. И маны дам сейчас, держи маны еще. Не забываем, ребят, тоже, что можно союзникам давать маны. Это очень круто. И погнали в центральную. Сейчас будем поддерживать все, что движется. Чекаем варды. Сразу берется гем. Вот эти артефакты позволяют заканчивать игру очень-очень быстро и очень уверенно, друзья. Вот сюда. Парни идут. Сейчас накидаем вот эту штуку. Опа. Хорош. Давайте еще вот так вот сделаем. Еще накинем. Все, некор без маны у нас остается. Некор без маны, изи. И некор остается у нас без маны. Ставим. Иллюминейт вот так вот. Чтобы когда пушили, вдруг драка, мы смогли захилиться, все было хорошо. Мужик. Хе-хе-хе. Ай-й-й-й-й, я там убиваю. На моем. Нали. Потом. Посмотришь. Видос. Какой я. МХ. Лол. Это забавно, друзья. Дальше можно хекс сделать. Опа. Монолик есть. Опа. Полетела волна. Раз. Тварь, МХ. Хе-хе-хе. Твар. Твар, МХ. Ай, тебе пучим смело. Эгг. По некролути. Ой, и без маны, брат, останешься. Ты так не газуй, если че. А еще закину тебе, бро. Держи. Хе-хе-хе. Не стоит просто. Котл, братец. И пахнет. Кунка под... Под свои... Под на своей волне кунка пошел. Просто. Хорошо. Двайн рапир. Нифига там, чел. Разыгрался. Оп. Орт Доларан. И вот так вот тупо проспамливаем. Стоим и все. Ребята сзади стоят. Вообще я должен сзади стоять. Но я уверенно себя чувствую, потому что знаю сейчас потенциал, как у нас днем. Сама пушка этим героям идти. Сама пушка. Грибы фул. Всегда все фул будет. Оп. Хорошо. О, под волну встань. Пошли. Хорошо. Давай, кунка, я верю в тебя. Эх, ну почти. Ого-го, пушить. Опа, пуджа поймали. А че ты пуджик без маночек сейчас останется? Хорошо. Оп. Закидываем. Вообще, под этим спелом вообще ничего бояться. Под люминейтом, когда у нас здесь аганим, выхиляет по-страшному. Че вы стоите? Давайте некров сделаем. Некра помогут нам высосать ману с оппонента. Ему придется, прикиньте, вы накидываете монолик. И можно спокойно пробовать сжигать ману дополнительно. И это будет очень круто. Кунка балуется. Балуется. Сейчас день кончится, а мы уже не сможем так доминировать тут. Да я стою так уверенно, потому что меня хилит по степ. Опа. Братец. Так вот делаю, как могу. Ну, это гг. Цгг. Цгг. Ходить надо. Цгг. Отходить надо. Братец, ну, вот так вот сделаю. Это максимум, что я могу. Хорошо. Отлично. МХА. Хорошо, 3 секунды у нас имеется. Так, все-таки я сделаю некров сейчас, братцы. А что делать? С некрами будет-то поинтереснее. Подтянул. Молодец. Все, уходим на базу. Давайте сделаем некров таки. Некрономикан будут наши лучшие друзья. День кончился, поэтому идем на базу. Что делать? Зевс, на базу идешь? Поехали на базу. Я заслоню. Что угодно. Реген же. А, реген есть, нормально тогда. Хорошо. Давайте некров возьмем. Варды. Отлично. Варды, отлично. Через книжку будем в этой катке играть. Ну, то от оппонента вообще боятся по-страшному. Поехали. Зашить. Ну, суету наводим вообще страшнейшую, друзья. Вот в нормальной игре, даже если вот, как вы видите, сейчас игра такая 4 на 4, оппоненты зажались. В нормальной игре, при том, если союзники будут очень хорошо наглеть, вы сможете в полной мере пользоваться этим героем. Примерно. Это первая игра, так вы знаете, чтобы вы поняли приблизительно, как этот герой в принципе работает, как им играть. И некстом будет уже игра немного потяжелее, а третья игра будет уже в керри. Поэтому, друзья, будем, будем душить. Сейчас будем стараться. Первую игру мы через некров. Можно еще через октарин потом добавить. То есть, если некстовая катка будет уже овер такая лейтгейминговая, то уже можно будет добавить там и октарин, и хиксы. А тут, я думаю, сейчас на некрах мы игру, в принципе, и закончим. Пойдемте завардимся. Вообще, сейчас ночь, вообще нежелательно сейчас ходить самому, потому что Путш все же может забрать меня. Хотя, я думаю, я с некрами, я любого сейчас убью. Под иллюминейтом. Опа. Опа. Хорошо. Пойдет. Пойдет. Вовремя, Магнус подошел. Там даже и не сбить, если то команду бы сжег. Полком по-другому никак и не сбить. Хорошо. Потом уже, когда у нас не будет уже места дополнительного, мы можем гем продать потом и носить с собой некров просто. Это некрай, это наше все. Будет. Будет круто. Будет так же, в принципе, жестко. Ну, щит. Сейчас, парнишка, дам тебе. Вот так вот сделаем. Хотя бы. И жалко, манна осталась еще. Ой-ой-ой-ой. Магнус задушил. Хорош. Хорош, Магнус. Говорит, играть не умеет. Молодец. РПшка, главное, дала все дальше. Так, ну что, некрай 3. Иди через книжку, парни, играем. Через книжку. Захилю. Захилю. Сейчас, ребят. Когда там день. День. Вот в волну. Встаньте. Хилят. Хороша, Го, Панкис. Го, Го, Го. Девочки, Го, Го. Я, кажется, с корабля его вытащил, да? Хорошо. Ииии, дай. Вот эту штуку кину ему, не кинул. Сейчас, сейчас заберем. Там же ж некому забирать. Мана кончилась, пацана. Нажимаем кнопочки по КД, помогаем. Хорошо. Захилю. Всем пофиг на рапиру. Да зачем нам там надо убить просто, и все. И ломаем спокойно. Нормально. Вот, в принципе, и весь смысл такого героя. Монолик. Устанавливаем. 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 И хорошо. Кто добьет некорды? А, она приручила его. Приручила. Оп, хорошо. Хорошо. Эмти боттл. Есть канал такой, такой в ютубе. Сен-Азис. Сен-Азис. Там гайды парень делает. Там он на кунке. Триплый делал. С папирой. Кин-удар. Кайт был на кунку. Можем глянуть. Круто. 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 Ля, он меня обидел. Сейчас вообще не интересует. А зря. Далага. Ля, от лучшим просто с руки. Эх, вы. Эх, вы. Эх, вы. Неинтересно ему, прикиньте. Го протестим, говорит. Сейчас прям все такие. Это как в детстве, когда играете с братом в какую-нибудь игру. Типа Mortal Kombat. Кто-то и такой, знаете, он говорит. Подожди, не двигайся. Дай я кое-что попробую, говорит. Я типа то же самое сейчас кунка это хочет сделать. Че, ади, ади твоя рапира, иди криты твои. Бля, принес только. Такое себе. Так, вард, вижу, вижу, ребят, сниму. Дайте такое сделать. Октаринус. С октарином у нас сейчас будет вообще тут микро КД. Микро КД. Бесконечная чакра. Прикиньте, минус КД и еще минус КД. Это он минус в 9 секунд КД. Смотрите, сейчас чакра как быстро откуда-то. Просто. Круто же. Круто же есть. Слушайте, ну, день закончился. День закончился. Наступила ночь. Выходит мафия. Блин, мы сегодня никак эту игру не закончим. Вот почему на керри как бы, ну, полегче играть-то. Дай, накину. Оу, щит. О, бара вовремя. Красава. Давайте вот так вот. Опа. Еще ману сожжем. Уай, как я там. Надо магнул. Кунка проиграл рапиру. Хорош. Нормалды. Ребят, вот такая вот у нас первая катка вышла. Сыграли нормально. ГГ. Некстом пойдем. Надеюсь, уже игра будет у нас более агрессивная, более интересная. И все-таки, ну, примерно, я думаю, вы поняли, как бегать на котле. Играли сейчас четверки. Вроде вардели, немного подсаппортили. Это то, как нужно сыграть, друзья, эта игра. Далее уже будем играть более потную такую игру на котле. И потом уже сыграем котлом в керри. Думаю, тоже будет очень интересно, друзья. Поехали на экстовую катку. Хотненько будет, друзья. Что ж, берем легкого героя. И идем душить. Урудаш. Ууу, так, ну что ж, сыграли мы уже в четверке. Я вот думал, может через центральную пойти. Через центральную. Котл тоже так переглянулся влево-вправо. Сейчас вы этого не видели, но я это вижу. Не знаю, идти ли мне в центральную или идти в дефолт. Пока непонятно. Кто центр хочет? Я могу встать. Если что. Встать. Встать. Лего есть. Так. Мурлоки и Найт Кравлера у нас. Но мы, кстати, Мурлока хорошо контрить будем. Так, ладно, закупаемся в дефолт. Погнали. Погнали такими билдами. Вивер, вниз пойдешь. Давайте попробуем центральную встать. Если вивер пойдет, не будет против. Мы встанем через Монолик. Мы просто обоссым эту игру алхимику. Будем его тачковать и все. Будем тачковать и все. Да, в принципе, я тут очень много. Сразу вот так вот делаем. Гон, на топ. Иду. Драку. Химику. Хорошо. Организуем сейчас суету. Суета! Сейчас будет. Сейчас будет суета. Хорошо, суеты уже нет. Да, или будет. Пойдет. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Пойдет. Суета произошла. Так, но алхимика не забрали. Там Джага идет. Пойдет. Блотсасера еще взяли. Нормально. Тайгер начинает крутиться там. Подамажим с руки. Что, трипл мид? Все, ребята уходят. Пойдет. Сейчас третий возьмем. Третий спелл. На восхит его. Продамажим. Что, место особо тут не будет в шоколаде. Я сейчас еще начну. Вторым подспамливать его. Он вообще поседеет, в принципе. Хорошо. Опа. Ой-ой-ой. Вот такие тычки мне нельзя вообще ловить, в принципе. У него сразу пол лица отпадет. Алхимик. Алхимик лоу хп. Пошел на базу, походу. Найс. Сапожочек взяли. Маночку. Ребят, ну, стоим на центральной линии, потому что так нужно. Вивер был не против алхимику. Фарма мы тут не дадим. Монолики есть. Оп. Хорошо. Хорошо. Фарма не даем алхимику. Зафармим так. Оп. Сейчас будут руны. Руны. Руны тоже не даем. Не даем руны. Можно будет вардик еще взять. Восполняем манку. Next. Мы качнем себе еще раз, наверное, монолик. Или лучше второй. Go сразу. Алхимику. Монолик, монолик, монолик. Вот так напрягаем. Оп. Еще продамажили. Хорошо. Третий. Качали. И моноликом просто спамим, идем, пацана. Не даем ему ластхитов. И спамим моноликом, если что. Не даем. Ластхитов ему никаких, друзья. Никаких ластхитов ему не даем. Строго. Строго никаких ластхитов. Твой парень будет, как у нас. В ежовых рукавицах, как говорится. У нас есть транквил уже, к слову. Оп. Добили. Хорошо. Добили. Химик, вообще пей, ничего не видит в миду. Вот вам наглядный пример, как ставить против химика. Очень хорошо отзонили. Берете монолик, качаете. Оп. Сейчас монолик будем закидывать. Химику. Опа. Там 100 маны уже есть. Сейчас минус 100 маны. Оп. Пройдется. Молодец. Сейчас пол лица. Хорошо стоим, уверенно. Главное не прогулять тот момент. Когда к алхимику может прийти роумер. Хорошо. Отлично. Отзониваем. Все. Выходим в огонь. Эх. Я монолик не кинул. Монолик не кинул. Хорошо. Види, как потно ему стоять. На алхимике. Прям жесть. Опа. Боттл пришел, парни. Боттл пришел. Вот тут вот так вот сделаем. Все. Восполняем ману себе. Отлично. Но я не знаю, ребят. Но это забавно. Ману, ману, ману. Качаем третий сейчас, друзья. Нам мана нужна. Нужна мана. И гоняем алхимика просто. Сразу первым артефактом, наверное, попробуем огоним. Через огоним тут будет пушка. Забираем, потому что не хочу прогулять крипов. Этого не добью. Печалька. Монетку законтрили. Хорошо. Сейчас будем монолик ему кидать. Давайте пообузим немного сапожок. Выложим, чтобы хп зарегенить. Сейчас 1200, и у нас сразу будет куплен фон бустер. Хорошо. Отлично. Давайте монолик вкачаем еще разок. Чтобы дистанция побольше была. Сейчас попробуем убить его. Попробуем убить. Дистанция побольше будет. Все, напрягаем. Но не убьем, не убьем. Бьем. Даже если бы попал волной. Давайте прогуляемся немного. Заберу стычек, интересно. Хорош. Почти ли он успел подсейвить. Я прям задушил этого бедного алхимика. Я не знаю. Все, куру в магазинчик. Куру в магазинчик. Что сейчас берем, друзья, спросите вы. Сейчас возьмем опять монолик, скорее всего. Потому что хватает нам душиловки. Еще раз берем монолик. Билдим монолик. Качаем максимально. Хорошо. Так у нас билд немного получается. Давайте немного. Леону поусложняем жизнь. О, так у него шестой левел. Но он меня не убьет. Не убьет. Ну, так я его даже убить могу. По идее. По идее, я его убить могу. Хорошо. А бедный Леон. Не туда попал, это называется. Не туда попал, братан. Но, молодец, кстати, вивер. Пришел на ТП, это очень рад. Давайте обузить сапожок. Будем скидывать. Хорошо. Поднимать, скидывать, поднимать. Будет все пушечно. Сразу в игрок сейчас. Максимально. Нагоним форму. Примерно на 10 левеле форму возьмем. Надо сейчас максимально тоже иллюминейт качать. Хорошо, вот так пойдет. Лучше так, чем пропустим. Крипов у нас 38. Крипов маловато на самом деле. Так, мы почти фул. Жалко, не добил. Что у нас там угрок всегда? ТПшку давайте возьмем. Это я пока там. Опа. Не добил. Плохо. ТПшка угрок. ХП у нас сейчас будет 1000. Мы сразу перепрыгнули тот порог, когда нам будет не хватать хитпоинтов. Так сказать, такое дело будет. Алхимик у нас получил второй. Может бегать спокойно, уверенно. Второй вернее. Ой, ультимейт. Второй, говорю. Я успею на руну тут по-любому забрать. Хорошо, монетка. Берем Монолик. Стан, чтобы прибыл. Хорошо. Опа. Добить. Парнишка на алхимике прям отчаянный. Это жесть. Ну вот я прям надеюсь, чтобы не ливнул он. Потому что это жесть. Это жестко. Сейчас иллюминейт вкачаем, ребят. Нужен демедж еще. Еще демедж с иллюминейта. Мы раскачали сейчас Монолик. У нас сейчас стан очень хороший. Можем 6 секунд выдерживать и наносить 500 урона. Третий не докачиваем уже. В принципе, он нам фул качи не нужен. Алхимику тяжко, жесть. Сейчас, наверное, форма на 11-м левле форму уже качнем. Хорошо. Алхимик чувствует безнаказанность, когда на нем ультимейт. Поэтому нужно, ребят, быть тоже аккуратнее. Он там прикупает все равно. Артефакт. Будет потное все равно, я чувствую. Будет потное. Задувочку. Задувочку. Сразу через шут, чтобы отойти. Сейчас бы ни одного крипа не добить с пачки. Но я там не понял, куда дед тычки свои дает. Котел, котел, котел. Так, монетка еще одна. Хорошо. У нас почти есть аганим. Ребят, аганим можно покупать где-то примерно к 11-й. Ой, к 11-й. 14-й минуте. Это нормальный тайминг аганима. Вот он, тебе надо отходить. Он так и стоит на месте. Давайте еще кинем ему. Пусть стоит. Побежал. Типа да пофиг уже. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ой-ой-ой-ой-ой, легиончик-братец. Нет, подержитесь. Ну, по идее, достанет. Да, достала. Хорошо. По идее, достанет, говорю. Надо было вообще поднять форму, по идее, и дать промахов. Но не факт, что я бы там что-то поменял бы, друзья. Так, есть у нас аганим, кстати, 11-й минут. Это очень хороший тайминг для аганима, братцы. И сейчас начнем смещаться на другие стороны. Надо накалять. Опача. Стоим, ждем. Надо убегать. Заканчивается уже, Рубтурка. Ну, по идее, не достанет. 3 секунды, 2-й минуты, пойди, успевают пахнуться. За всю боль, чел. Честно, за всю боль. Ну, блин, аганим на базе. Куртус. Даже можно было. Ну, я только его купил. Надо было все-таки бежать. Леон, а он старался еще отсюда закинуть мне фингера. Как видите, не удалось. У нас Легион, кстати, походу, фидер. Ничего. Первая такая ошибка. Ну, это, получается, ошибка. Надо было убегать. Леон шел за мной. Надо было просто убежать и все. Надо было просто убежать. Берем вардик, ребят, пэшечку. Все. Ждем Реса, форма есть. Пойдем сейчас, наверное, на топ. Сларка надо погангить, ребят, потому что Сларк это проблема в лейтгейме. У нас никакой керри не вытащит это. Давайте, как раз там помощь нужна. А, и я не успею. Да, походу, умер там парень. Давайте тэпшку еще возьмем. Пошли. Засумоним его на базу. Ох, Ого. Ахильса. Ахильса, брат. Ты нам целый, же должен живой. Го-го-го, как раз сейчас драка будет. Ля-ля-ля-ля. Ну давай, 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 подлик, брат. Пошется. Оп, хорошо. Ставим. Эту штуку разбить. Хорошо. Хорошо. А не достану ее. Эллиминейтам надо бежать. По идее, сейчас вторым. Задушим. Давай, застанься ты уже. Это наш клиент. Просто сдуло. Сдуло, пацана. А, если там алхимик, тем временем, фармит, кстати. Ай, типа, пушим немного. Угни могу, кстати, заряжать. Третий он будет бластом очень жестко пушить. Просто два бласта будет. Туф-туф, давайте все. Хорошо. Хорошо. Отлично. Го химика найдем, погоняем, ребятки. Го химика. Искать. Давайте все-таки, наверное, ну не знаю, глимер. Леончик пришел. По Леончику. Накинули. А, блинки. Рожь. Делаем вот так вот, сларку. Игорь сюда, парни. Мужчины. Обзор у нас небольшой имеется. Но все равно. Рожь. Рожь. А тут Леончик. О, Леончик. Я джугу. Любого. Вообще кин любого можем, на самом деле, через Монолик. Вот, пацаны накинули. Сейчас будем задувать. Так, пошло дело. Все, работаем, ребят, работаем. Сейчас иллюминейт опять вкачиваем. Зря он так на вивере там бежит, думаю, это такое-то. Что? Это максимум, что я могу сейчас. Максим, что я сейчас могу. Братец, нету кнопок у меня. Где-то там. Хорош. Наша кривитуля. Первый вкачиваем, ребят, чтобы максимально уже дамажить. Что, давайте все же, наверное, глиммер возьмем для того, чтобы подсевливать нашу команду. Чтобы подсевливать наших ребят. И наводим суету. Вроде каточка такая агрессивненькая, веселенькая. Ману восстановили. Сейчас бы накинуть бы. На джугу. Джугу. На джугу накинул. Все, он без маны остался. Без маны парень остался. Нормально, можем так сносить. С пугной работать можно. Держи, братец, тебе еще кнопочку. Хорошо, глиммер есть. Коуманы закупим. Еще вардик. Погнали, вард поставим куда-нибудь в лес. Ой, зря они туда пошли. Зря они туда пошли. Зря они туда пошли. Ну, напрягай, напрягай по максимуму. Ля. Эх, почти сдул. Почти сдул. Чалька. Почти сдул, пацана. Я вардил парня. И до этого было. Его ману восстанавливаем. Идем. Помогать. Идем помогать, ребятам. Что там происходит вообще? Да, вы что делаете, ребят? Зачем? Хилка стоит, тригенится все. HP. Во щп. Во щп. Ой, давай, Сларк, сюда. Хорош. Да, мозги делаем. Чисто пользуюсь виженом, который у меня есть. А то все, весь секрет. Мои шо доты. А это весь секрет. Мои шо доты. Попа, попа. Ля шо я делаю. А я, походу, извращенец. Получается так. Жесть. Но баны не хватает категорическим. Пятером, го, парни. Пить же. Вниз так же. Или он там даггер купил. Вот. Хороший пузьманы остался. Килан, но нету второго. Пойдет. Готов. Жесть как. Мы, смотрите, какую суету наводим. Вот и два. Парни, нифига, они в хэг пошли просто. Вот это у меня. Вот это у меня команда просто. Ребят, спасибо вам. За такую чудную игру. Спасибо за лайки, за подписки. От души. Мужчины, просто. Ой. Так вот делаем. Пацанам. Эх, смой. Уф. Эх. От этого пацана еще накину. Опа, смотри, что есть у меня. Да, он всем ману пополняешь, чтобы не застанется. Вы поняли, да? Страта какая. Каеф. Каеф просто. Да, ну это жестко. Мы их просто в прессинговании жестком держим за счет того, что у нас такие герои. Го, понизу. Сколько там? Под луч. Под луч. Встань. Пугна. У меня первый хилит. Я захилю. Для пугна. Встань, братец, пожалуйста. Захилю же есть. Похилочка пошла. Этого пацана подсейвим. Мана кончается. Мана кончилась. Надо на базу браться и идти. Уходим просто. О, щит. О, гад. Вот это Леон руинер этот. Пугна, брат. Мой первый спелл. В нем хилит. Если что. Видел? Я писал. Печально. Но вот Леон руинит чисто. Леон отсопорчивает. Отсопорчивает Леончик. Нам надо было уйти просто в другую сторону. Мы там стоим, играемся. Леон с дайгером. Нам некомфортно. Даже зацепил, убил. ГГ. Так, варды кончились. Сейчас будем вардить. 27 секунд дают нам покурить. Подумать о наших ошибках. Да, поошибались. Очень много на самом деле. Маны нету. У меня маны не хватает. Пока надо что-то на монопул. Вообще, окторин можно сейчас зарашить. И кровь я тут в этой катке делать не буду, наверное. Рожь, убили химика. Молодец. Могут еще, кстати, вот этого пацана убить. Он вообще изи. Сикер изи в этой карте, в принципе. Он весь он еще первый на себя кидает. Это просто смерть. Опа, в линку закинул первый, но нормально. Гоу. Петоп. Так вот, пацану, сделаем. Ману принудительно сожжем, пацану. Рожь. Джаггера с руки убивать буду сейчас. Ты шо, меня убить собрался на Джаггере на своем? Он меня убивать собрался? Жесть. Я просто уничтожил его. Как говорится. Как говорится, просто уничтожил Джаггера. Дениска, Санич. Он даже уйти, в принципе, от меня не сможет. Ребята, там опять на миду дерутся, да? Гоу за вардим. Ребят. Тэшка заберем. Бежим, 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 бежим. Надо подсейвливать. Ну вот мы просто гуляем, сейчас ночь. Ночью не ахти. Не ахти ночью. Опа. Оу, ля. Как он меня хотел убить. Чекайте. Печалька. Это печалка. Страшно с такими хп стоять, сейчас ночь. Леончик может сделать грязные вещи. Вон он, вон он, вон он уже стоит на стрёме. Я боюсь, если честно, его тем, что он прыгнет, он меня сразу убьёт. Ой-ой-ой. Оналик, брат. Ой, снял. Всё хорошо. А, ты чё, меня видит, что ли? Хитрюга. Хитрюга. Страшно, хп нет совсем, ребят. Очень страшно. Надо гем взять. От сларка. Гем, давайте салбустер возьмём. Хп поднимем. Поднимем, надо поднять хп. Вот сюда закидываем. Такую способность. Ой, хорош. Ой-ой-ой-ой. Отходим. Отходим. Пока Глимер КД и ТГГ. Леону Даггер сбить. Леону Монолик кинуть. Есть. Опа. Всё, отходим. Отходим. И за всю боль Леону просто. И вот этому пацану Монолик еще кинуть. Ля-ля-ля, стой, стой, брат, стой. Я же тебя люблю. Ладно, кого вот этого пацана? И вот это вот этого пацана. Хорошо. Просто за всю боль Леону. Что у нас там еще на низу? Снайпер. Снайпер чилит просто. Гоу, присумоним. Брат, ультани у него там. Снайпер такой в шоке. Куда? Чего? Зачем вы меня сюда притащили? Не пойму. Кланиц. Захилимся чуть-чуть. Давай, брат, тебя тоже. Как скажешь. Отлично. Центральный тупо. Долбим. Лучше. Снайпер, выход снайпер. Так вот. Хиляем пацанам. Пол хп надо ребяткам. Пол хп ребятам надо. Снайпер просто как этот, знаете, стоит в центре. В центре всей драки. Как какая-то статуя. Не захилил. Ну, на отходе даю. Вот так вот. Отходе. Понапрягаем. Напрягаем, ребят. Сейчас бахнем. Сейчас бахнем. Не бахаем. Опа, простанело. Еще раз. Сейчас вот этой волной убью. Вах, хорошо. Вах, хорошо. Отлично. Блин, вообще в жестком напряжении тупо постоянно держим. Вот я не знаю. Это, наверное, единственный такой гайд, когда вот вы просто вот, ну, посмотрите, как просто тупо держим в напряжении со своими союзниками всех оппонентов. Это просто жестко. Ребята в шоке, наверное, сидят такие. Блин, куда мы попали и что мы тут вообще делаем? Жесть. Просто. Снайпер, как этот, как робот в середине становится и под этими подхилами просто в шоке работает. Блин, у меня полтора команды. Кстати, я забываю обузить. Забываю обузить саулбустер. Саулбустер можно же заобузить тоже. Давайте кинем. Вот этому пацану монолик. Пацан побегает. Оп, хорошо, вот так вот делаем. Давайте заобузим. Оп, хорошо. Опа, вот это у пацана. А, че ты хилочку там ставишь? А мы тебя немного подтолкнем еще. Приману сжечь. А еще застанем тебя, брат. А, хорошо. Снайперы тут единственное, чем можем помочь, что-то вот такой штукой. Оба, смотри, что есть брат. Оба, ля, как круто. Вообще, вечных станок просто держишь. Это вообще, я не понимаю, что происходит. Алхимик просто встал, погиб. Жесть. Это просто жесть. Че за грязь происходит? Просто грязевые ванны. Ладно, гонобаза, жесть. Монтупо, смотрите, 28-я минута, а мы просто снесли две стороны за счет того, что мы днем просто нас невозможно убить. Мы просто задушиваем. Задушительные процессы делаем. Гемчик все-таки надо взять, ребят. Актарин взяли. О, лего тоже с актарином. Ханазосов насмотрелся, да? Ох, что их ханазосы. О, эту штуку. О, на топ. О, на топ. Хорошо. Ну, засуммонили. Шишер по своим делам там идет, мы не будем его мешать. Так, ща. Не успел, Пугна. Не успел. Можно идти просто тупо в фарм-контору вот такую оставлять. Сейчас у нас монолик будет кдс 7 секунд, при этом еще на 5, 3 секунды кдс будет примерно. Это жесть. Он будет драться, смотрите. На мужчину. Вот так вот сделаем. Эх, я глимер не дал, когда у ненок. Жалко. Парни. Хорош, пацан. Что? Ой-ой-ой-ой. Братец, ну держись. Сейчас могу, успею помочь. Не успел. Спасибо за подписку. От души, братцы. Так, ну что? Денек, ребят. Денек. Кстати, я еще дополнительно сакторина буду отхиливаться. Я забыл. Первый плюс сакторин будет просто жесткая пушка. По топу. Мне кажется, мы прям сейчас можем закончить. Прям жестко. Вот так вот за комбинем. Дай ему, дай ему астрала. Пратец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ЦГГ меня поймали. Минус гем. Ой-ой-ой-ой. Как хорошо, что не поймали. Как хорошо, что не поймали. Удушим. Сейчас иллюминает. Вах. Жалко, жалко. Иллюминает и просто го по кд ставить. Тупо я не знаю, сакторином. Это издевательство. Сикер в шоке. Эх, если бы я раньше отменил. Посмотрите, сколько иллюминаетов кастую я. Сколько быстро я это делаю. Сейчас день будет. Сейчас вообще будет страшно. Вырубай. Блин, я тут в этой суете. Забывай, короче, пацанов суммонить. Позабывай. Парни, забывай свонить. Опа. Захилил. Хорош. Видели, как засейвил. Парни. Дайте, блин, задушить. Душу, пацана, с руки. Хорошо. Сейчас суммоним. Пугнул. Я тоже хочу. Да, жесткая катка, ребят, вышла. Это вообще, на самом деле, это была очень изи катка через центральную. Я не знаю. Я их просто под колодец загнал таки в итоге этими иллюминаетами. Ну, вот такой вот, ребят, вам пример, что будет, если этого героя поставить центральную. Как видите, жестко, жестко, очень жестко. Сейчас дальше уже пойдем в керри, друзья. Дальше пойдет у нас керри катка. Будет очень жестко, надеюсь, тоже. Но это жесть, какая игра, друзья, получилась у нас. Просто с такими артефактами, с дефолтными, мы закончили игру. У нас еще 4К осталось. Дальше пойдем в керри. Не знаю, а что тут больше придумать-то и нечего. Можно еще, ребят, ну, если бы это была затяженная такая игра, ну, как видите, команда попалась хорошая и изи вин. Просто делайте все правильно. Но тут суть в чем? Мы сыграли сейчас через центральную. Прошлую играли на четверке, а сейчас сыграли через центральную линию. А сейчас уже пойдем на керри, друзья. То есть будет котл керри. Будет, наверное, тоже интересно. Поехали. Найс, сижу без микрофона тут рассказываю. В общем, друзья, что я понял из того, что у нас имеется на котле. Как сделать котла в керри? Котлу по-любому нужен аганим, друзья. Есть у меня одна идейка насчет аганима. Попробуем после того, как я его соберу. Аганим. Попробуем кое-что сделать. Аганим как такой, как скинуть. Попробуем. Аганим вообще нельзя у котла выкидывать. Но есть одна фишка, которой мы можем задушить. И посмотрим, что произойдет. Посмотрим. Ну, пока готовимся. В общем, в дефолте что будем делать? Конечно же... Мне так нравится сейчас четкость такая у камеры. Плавность. Я прям как будто в матрице. Вот. И что попробуем? Попробуем сделать, короче, по-любому аганим. И... Транквил. Йок. Йок. Быстрее! Магия будет моей. Вот так говорит. Пикери, говорит, четвертые слова. Две пикери. Удачи, брат. СПС, бро. И вот МДС куда-то буду писать. В пион. Типа шпион, что ли. Понимаю. А, вот он инвокер. Так он за... А, пикери. Опять тащить раков. И такой, знаете, такой... Пошел. Эффект на 15-й. Ливни. Ливни сразу. Если ты моралить будешь... Если ты моралить будешь... Просто... Инвокеру сразу говорим. Ливни. Если будешь моралить. Не надо моралить. Будем душить. А просто... Привыкли котл. Типа юслесный герой. Ничего не делает. Только фидит. Посмотрим. Посмотрим, как он ничего не делает. Как он фидит. Ни разу не умру в этой игре. Чекайте. Аккуратнейше будем играть. Вообще вот так. А вот на счет Мидаса подумываю. Куру возьмем, ребята. Все. На этом наша полномочия уже все окончена. Тангусы взяли. Тангусы вообще можно не брать. Желательно брать... Ману. Идем на топ. Погнали на топ руну. Сейчас на топе будем драться за руну. Куру я взял. Варды брать не буду уже. Потеют. Ага. Баха в керри. И на топе ЕС будет. Фарма особо у нас тут не будет. Ну, будем дефолтно саппортить, короче, сначала. Ну, как саппортить. Будем в роли четверки. Фуллсапить я не буду. Слишком много денег уходит на варды сентри, на девардинг. Проще сделать аганим и купить гем. И тогда все варды будут нашими. Какой дамага. Такой смешной этот кот был на самом деле. У него картинка очень смешная. Жаль, вы ее не видите. Такой дедушка. Он хороший герой на самом деле, ребят. Недооцененный. Несмотря на то, что у него 400 хп. Я его. Ну. Все го, хорошего. Дамаг нужен. Тебе не нужен дамаг. Я сдай фиссуру, брат. Я сплюсь фиссуры. Не дает. Да ладно. Так, ману пришлем все, да? Хорошо, закупились. Погнали. Но Ец, видимо, ребят, будет у нас немного пассивненький. Поэтому постараемся. Если он будет лениво фармить, автоатачить. Будем у него фарм забирать. Потому что нужно будет нам тушить. У нас проблема. У нас тут чел на хускаре на линии будет. Задрачивать. Это плохо. Это плохо, друзья. Но его бояться тоже не нужно. Покажем, что боимся от сосем линию сразу. Нужно ЕС ЕС. Нужно, чтобы ЕС хороший фиссур дал, закрыл, и мы убьем. Все будет окей. Хорошо. Главное крипчиков подбивать. Только. Ой-ой-ой, поймал. Но у него первый левел. Хорошо. Поймал. Такой хук не означает. На первом левеле необычно, когда хук качает, на самом деле. По первому левеле обычно хуки не берут на пуджах. Это только элита берет. Хорошо. Кархилку взял на первом левеле. Задуем. Чалька. Эх, не добил. Там у хуска сарите хп вообще нету. Гоуна руну сходим. Выформируем сейчас сапог. Все у нас пишется, да? Отлично. Все, тогда нормально. Карта. С топориком. Ну, раковые хускары там. Роза байтим. Вдруг там пудж будет. Чтобы можно было. Отлично. Да, мол. Овса. Что у нас там? На отводах никого нет. Хорошо. Если пьес чуть поактивнее играл, было бы лучше намного. Если у нас немного посильненький. Чалька, кого добить не могу. Такой вообще не осталось. Всего хорошего. Почти. Убил он его, да? Я золота не получил совсем. Ладно. Нормально. Сейчас, транквильчик дефолтный. Сейчас вкачаем ману. Там нужна мана. Потом начнем аналий качать. Ты фул. Да, тебя. Три. Три тебе. Три, говорит мне. Пол мана у пацана. Три, мне, говорит. Стото хоть знает, радует, что на котле. Хотя бы знает, что третий это ману восстановить. Хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Так вот, сделаем. Есик, брат, мы можем ожидать фиссуру. Давай, дружище, ну дай фиссуру. Что-то. Сан-Кунг пришел. Напряжен. Опа. Хорошо. Что ты хочешь? На Сан-Кинге. Веча не сделаешь, бро. Оу. Хорошо. Что ты хочешь? Для не попал. Не попал. Пусть идет. Страшно. страшно у данные если напали рассмотрим по карте опа у нас проблемы ребят серьезный спина т2 успеваем go default и закупаем я тут умер от ракеты вертолета от ракеты вертолета умер чего у варник поставим братцы видели разок маны не хватает немного санкинга убили бы нормально если пьес немного немного активнее стоял мы бы прям очень сильно доминировали друзья но он боится не знаю но не опытный немножко такой знает только что три меня три меня и вот это только знает вот это ничего так санкинг ты чего убить можешь на искать войны скафонти хангер скаф просто бегает как врачах лево-право голнотопчик можно принципе вот тупо иллюминает час раскачать я так еще не качался тупо иллюминает и да продамажил но норм вот это уже нормально хорошо монолик качали монолик все же важнейшая вещь давайте вот так вот сюда можно вообще сейчас блин этот поинт бустер купить давайте купим наверно ману зальем поинт бустер купим пусть маны побольше вас маны хп есть почему нет 700 хп и маны по большему на полу уже полегче будет на чего это стоит чё хочет пион это в пион стоит это не вот этот это в пион пион типа вот когда зуба нету 1 спереди в пион пионит ой пионит стоит почему нет так ну что пока золотишко голдишко капает братья пока капает пион там попал хоть и вот тогда пройти щит отразил да ладно он отразил догон но это он уже не отразит качаем братья ману обману нужна она нужна хороша пион ох штиф пионы оля куда ты идешь не поли контору пионим за войдами на никого не заберу до одного хотя бы хорошо ля походу не получится у меня фишку сделать которую я хотел попробовать разобрать и он сант кунгу на дома жили я не отману все равно репер там хук у джаннился давайте ты пешка возьмем все что на топчик а услышали звук был тут лол мне не показалось или я уже лучше долблюсь забава она котл серно фановый герой почему нет ману в 4 а и будет как говорится или на топ задувать пуджа и монолики на лики все эти дела можно накидывать пацана что я к нему так нагло подошел хватило маны да ладно зачем даст ты мне юзаешь и зачем мне даст юзаешь это жестко это жестко выложи догон ему 200 ман еще сверху дополнительно залил получать сток ладно не задули вот хорошо хорошо подожди еще артефакт подобрал команда лик качать на лик качаем вау фига ты нашу доту хочешь походу наша дота пусть хочет пусть наша дота хочет и паха с догонами брат подожди если суры может достать статюш я на него глиммер не смог направить у него этот хитбокс такой помой на банке хантера чисто банан такой я не смог на него направить прикиньте просто но я мог его засейвить слово там уже поздно было именно что глиммер никому не добро дайте пульса тут же час вот сейчас задушат пуджан задушат пуджанчик задушат 两 хорош брат и ду опа монолик пошел есть оу сан кунг сан кунг ахти крис о ее и опять я глимер ему не дал она у меня не на удобном ход кейпе ходить на пятерку этого пацана сейчас дуем нормально монолик максим ребят она я продамажил как могу ребят да и вот такую штуку и ой с баунти хантером играться но на этот раз я его засейвил хорошо уж ты сан кинге сан кинге мимо пробегал нормально задушили сейчас огоним уже почти будет очень хорошие сейчас артефакты у меня на этой минуте за счет баунти хантера баунти хантер душ почему нет м крипа вот тут только сейчас что я рано начал напрягать рано начал напрягать есть задумочка ру можно было задушить даю тебе глимер бра живешь нет не живет больше становится сейчас хорошо и дай братец хорош его там худ чтобы вы понимали чтобы вы понимали у него там худ это жестко ребят надо ультимейт качать я так увлекся всей этой темы что я ульт не вкачал у меня уже аганим есть ул спаин бустером мата не хватает я так увлекся что у меня уже есть аганим но нет ультимейта рили это очень сильно я увлекся на самом деле эти драки постоянные с баунти хантером вот такую суету вот по кайфу наводить на баунти есть ах жалко нельзя я так хотел думал атакс можно будет разобрать гоу есть аганим но пока нету ультимейта это конечно забавно но сейчас будем уходить именно в керри билд перебил будем выходить уставал на хернет сейчас без аганима до ахилит без аганима вот это мне интересно было волна без аганима хилит день просто интересно было да ну нужно именно форму вкачивать или нет если у меня фирма у меня форма вообще не вкачает до сих пор некор там победили форма просто не вкачано лава 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 да и как газуют ходу гг да газуют пацанчики загазовали узкар с худом чтобы понимали ору саре я заигрался я ульт и вкачал чат качаю будет будет проще аганим просто есть жесть вот это я заигрался пока туда-сюда суета сарю денежки денежки раз там то вкачал то вкачал раз у меня есть и гоним на нет ультимейта это забавно друзья ну на десятом на одиннадцатом левеле вот обязалов качать я не знаю почему я почему я не вкачал лом почему я не вкачал но сейчас будем душить ик икиго токсик вытащим вытащим тут игру тут будет интересная карточка поехали поиграем без инвокера даже инвокер самого начала о о и дайте медас зачем продали все некор продал еще процентов стоит афк так а сто процентов он продал вот прикиньте какие руинеры есть вот медас есть продал и он продал медас продолжать такие артефакты продал ну или съезд тоже такой же глупышки ладно ничего страшного нафармимся поехали в общем чаще сделаем выходим в кере друзья уже ночь тимой тыща качать надо ульту 11 левел а с 11 на 12 левел всегда очень жестко долго накапливается поэтому друзья нужно потеть ждать сейчас 2 волны убьем всех но как всех один останется вот этот тревел надо и сейчас будем делать молнию наверно первый артефакт будет молния вот так сделаем хорошо еще последний вздох остался до того как уже вкачаем ульту это жесть конец то есть ульт наконец-то хорошо почти имеем хорошо ульты качали по кайфу вот с аганимом вообще такие файты можно делать с аганимом прям качественные файты ребят смотрите только апнул 12 уже среди пара крипов у меня уже 13 вот эта особенность такая успеем и успеем поможем поможем чем сможем это качаем хорош вот это я задушил вот что цанкинг с огнем играется у него есть мана еще да вижен 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 он там стоит я не могу да господи господи да ладно блин вот что именно вот был бы день сто процентов это мой фраг я его не вижу я не могу я думал вижена хватит с иллюмина это стою жду и спал просто ладно я расстроился но ничего короче берем 4 варда и поехали 6 как у него маны там на все хватало я не понимаю это просто бред переиграл пацан ладничка бывает чё страшного барни 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 тайму рипера ой хускариды пришли с худами но нету некро нету некро бм а гг сейчас и пх умрет х тоже погиб тут сто процентов жалко жалко пятером надо надо фарни вот так и вин надо опсы поставить я так не хотел опсы ставить на своем герое потому что очень много золота уходит золото очень много будет уходить даст и надо блин это то сандкинга станет меня такой жирный она особая не нужна в принципе там и пацану да не добьешь ты меня я живой жалко я живой я живой 2к есть не 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 на базу на базу пойдемте завардимся у меня очень мало хп очень мало денек надо ребят и ком у нас днем с огнем так сказать будет хорошо погнали днем с огнем будет хорошо можно было кого-нибудь присумонить но не видел кто у нас будет драться вертолета вообще езен сам где-то что там у него кристалис что страшно а у меня здесь как-то увидел сейчас ночь но видно да ладно как ты меня видишь здесь уже вар что ли стоит хорошо наш клиент для это что там такое беги братец 3 секунды т.п. наш так больше не делай чё берем я и билд выходим чтобы хускара с руки бить раз руки бить некор бедный без маны беги надо тоже надо взорви ее в себя рожь меньше дэмэджа нанесется вот еще тут плохо это плохо это плохо вот так вот хорошо шарик расстался чё нету тебя даст там что я за хилист с раминой все равно все пошло моя очередь бро боже мне на самом деле такой хил жесткий достанет я тебя убью сейчас давай давай вставочку вставочка да что ж такое то можно купить пожалуйста распродажи для у меня такой хилл жесткий когда форме в этой и сюда на не прибрать у меня будет прыгать а у меня есть кстати клуб и не душе хорошо да видит меня тут все они видят мне моды нету на элементы именно этот хилл даст меня ты пмп нет хорош есть на иллюминает гу иллюминает за хилим ся задушку мусска а вы видели как и что делает этот котл нажимаешь бежать он и вправо отходит угол с руки тушить мажик от улкере пойдет мажик от улкере маны нету совсем ребят с ночь будет уже и последний хилл и последний хилл на сегодня и пойдет губу резут хорошо то восстанавливать тут поставим и вот тут поставим и я топ ночь поставь пожалуйста да гля не ставит начинает обходить вот в нем драки ночью фармите и я керри я керри братан до 3 молнии подряд ни одного не дал пишет и 4 забрал и 1 не дал говорить пускай раз руки убивать надо же как-то друзья так ну там гем купили это плохо гем купили это плохо гем купили это плохо о хорошем мне кажется если хускар меня найдет я не выйти но столько урона а он на топе интересно тут фармит этот ойд почекаем у нас тоже зафармивался все так где моя буреза буреза дайте мне мою бурезу хорош я возьму их есть только рис сразу поехали все варды снимает из карточка дайте а егать жесть айтемы конечно у меня здравые хорошо и первый залает забирает а егиз и за это тп тп я тебе присумоню сюда в нем гол раку хорошо с ускаром с руки будем теперь днем драться я буду себя подхиливать еще дополнительно стой куда еще постой встань просто уничтожен 6 секунд стана это вам не шутка 6 секунд стана хорошо сейчас денек уже будет да отлично вот повар стоит ой хорош хорош промах даю все промах дал отлично душу с руки отлично я захилим ся сюда подойди бро еще захилим ся вниз тасквинить кирасу сделаем кирасу какой нибудь сделаем и там бх заряженщий просто а это гиги это гиги победа все верт сдался если там уже некого бояться задушили а еще аега у нас есть сейчас аеге можно быть сейчас подраться как-нибудь главное волны правильно ставить на волны эти вора пиру щас купим тупо рапируй тупо пх-шка бро ой 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 как на дамажем раз как на дамажем что что не меня хану а а хилю пойдет еще а я я я я я подхилю жесть можно крепящим для отлично коту керри нормально задушили даже дефнуться пацаны не смогли забираем отсюда его геге друзья но такая вот у нас катка котл на керри получилось но можно было конечно много лучше сыграть но вроде прикольно бы х тут очень много сделал нас осташка наверно там вообще дичайшие ст 14к ну очень агрессивно сыграли фаново на этом я наверно закончу гайд так по фану постреляли на котле побегали подушили почему нет в общем надеюсь этот герой вам теперь более чем понятен принципе герой простенький если с командой хорошо умеете ладить то 90 процентов винрейта будет ваши просто при юзании этого персонажа правильной раскачки монолики ману залил туда-сюда присумонил это просто будет г г друзья на этом все друзья спасибо всем кто посмотрел этот гайд ну и до скорого